здравствуйте дорогие друзья с вами интернет канал максимадзе и мы продолжаем проходить кровь смерти искупления 2 короче говоря во первых я же вам забыл дом показать может вы не видели ну вы над вы точнее вы это видели конечно что находится внутри да здрасте темновато здесь как-то хотя если войдем то уже так не будет это кто от релоне короче говоря такую типа вход бла-бла-бла рояль стоит не знаю рабочий он или нет хотя давайте включим вид от первого лица нет он не рабочий там все поломано внутри видно здесь коридоры пустые здесь дверь какая-то были на а это тут пастор солнце да здрасте 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 тут один из выходов вы совсем вообще плохо вижу чудут тут какая-то кладовка тут ничего интересного я думаю нет можно сесть не знаю зачем а это что такое фотография хозе и бесси это и это жена хозе я так понимаю посмотрим что тут дальше в доме заброшенный полностью особняк я хочу сказать здесь тоже столик какой-то непонятный блин стоит здесь выход еще один блин вот от первого лица немножко неудобно разворачиваться поднимаемся по лестнице блин мою комнату вы уже видели но я вам покажу ее блин ты че тормозишь ты здесь мы можем спать и есть ой не есть а переодеваться здесь находится балкон блин здесь себе гейл я так понимаю да там внизу разговаривают еще вот там еще там еще одна дверь а можно же войти через мою комнату туда блин здесь у нас что находится а здесь вообще нету стены а нет есть стена нового как бы это самое так осваиваешься да но мне нравится столько мест где полазить слишком далеко только не залезай вот этот шкаф я так понимаю туда мы не туда мы не зайдем вот здесь богатенько достаточно да это а нет это не шкаф это дверь но мы туда не заедем здесь спальня тут еще две двери какие-то но мы в них не войдем ладно чё я вам полчаса показывают дом нам уже надо выполнять задание которые у нас могут быть и единственный выбор который у нас есть это хозе сейчас мы пойдем туда дом этот показываю ну и как тебе это место вы явно на одном месте все сидите да такое бывает дело темнеет уже ну ладно следующее задание как раз темноту будет в самый раз но блин ты можешь быстрее идти а не знаю сколько я уже дописываю но явно что хозе эй артур идем если мы хотим попасть на вечеринку то нужно себя привести в порядок значит мы все едем да старина ван дер линда наконец проявил свою истинную сущность чисто любец да старый сеньор бронт это подлый змей он нас пригласил на бал дорогая золушка подобрать тепло ли да очень смешно блин подобрать платье он сказал дебильные шутки так потом отвечу на сообщение на ваши кто там мне пишите я не знаю фух давай грузить быстрее пожалуйста грузить быстрее мы выглядим конечно нелепо я ни разу не был на болото по правде сказать я тоже не был а я напротив частенько можно было бы неплохо там освоиться никакого только воровства мы хотим просто наладить связь какого рода связи не знаю любые связи наверняка мы отправимся на вечеринку к мэру и почтенным гостем там главный жулик города будет мы определенно что-нибудь придумаем хорошо плен на капец как лагает ты че лагаешься так джентльмены я лука боюсь мэр не позволяет носить оружие после прошлогоннего инцеста ладно мы сдадим наверно света много поэтому лагает лука отведет вас к мистеру бронт он вас ждет за мной джентльмены много яркого оранжевого света наверно пожалуйста сюда сеньор бронт и будет очень рад вас видеть да мы просто отчет радует тому визиту мистер бронт и близкий друг мэра добрый вечер пьер ну пока мэр там себя хорошо видит мистер бронт у него и авторитет есть ну как вы понимаете хозе бил вы идете к гостям встретимся на заднем дворе после того как мы поздороваемся с бронт когда закончишь мы будем тебя ждать на улице красоты красоты красиво внутри красота просто это не передать словами а это вы злые кобои прибыли вы даже помылись вот это вечеринка да да что это ну я точно не знаю что то есть это и есть высший свет сэндоним да так и есть и что все эти люди ваши друзья сеньор бронт меня не совсем не совсем они несомненно меня боятся например вот этот видите жалкую тварь это мэр англи лемье за деньги он готов на все он продажный тварь по льда политика это грязное дело а вот этот альберто фуссар у него плантация сахарного тростника на острове он приезжает сюда чтобы кудеть шляться по портелям а вот это это хобарт кроули конфедерат во время войны служил майором говорят что был героем войны а это его очень молодая жена то есть и молодая любовница так это естественный порядок вещей молодая жена это неприлично да о краснокожие у меня нет к ним сочувствия потому что если ты настолько глуп чтобы их могут обмануть американцы они получили по заслугам значит передаем мэру и это спасет тебя а это это гектор филос газетчик и лицемер может убьете его ради меня когда-нибудь не мы просто так никого убивать не станем не станем по крайней мере не за деньги я не знал что вы настолько разборчиво что не захотеть другу помочь я готов сделать все что моих силах но в пределах разумного я притворяю что понимаю вас сэр я не хотел вас обидеть да ладно я не обижаюсь не обижаюсь вы вульгар вот эти вот ульгарные люди они меня ненавидят но было приятно с вами пообщаться но гляжу что вы тут заняты поэтому не буду вам мешать да да конечно идите веселитесь общайтесь с этим дерьмом вы с тоской вспомните те времена как могли следует друг друга и с коровами обниматься на ферме да это были денечки славные до свидания джентльмены до свидания но прежде чем вы идете скажите какие именно у вас планы мы не составляли определенных а что ну разве что нам деньги понадобятся деньги конечно деньги у нас есть на трамвайной станции днем там собирается много денег я такими делами заняться не могу но вы как гость да как мой гость вы это можете сделать ладно джентльмен до свидания и удачи господа я вас провожу на вечеринку прошу вас следуйте за мной открывай быстрее дверь или куда там надо идти блин он предложил ограбить трамвайную станцию говорит там очень много денег что да я в этом не уверен на самом деле джентльмены еще раз добро пожаловать синдини и приятного вам вечера чао 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 свят 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 блин господа пойдемте-ка втираться вот здесь окей найди мэра если сможешь не лезть на рожон и ничего не кради кроме сведений да естественно хозе ты найдешь для нас что можно ограбить билл ты поищешь для нас новых друзей а я выясню знает ли старик корнул и как бишь что-нибудь про нас эти люди да эти люди могут быть связаны с левитом кортного надо бы по разузнать дела где тут мэрта а по моему здесь он вот он вот тихо не тормози я пред господин лимье я предположил что вы американцы все и мы должны помогать людям которые живут здесь это относится к синдеме не это не сложнее мисс ролями все усложняют только идиоты вроде тебя не буду отрицать свой идиотизм с верно возможно сейчас дает и этих разговоров не время типичный сопляк эй ты пьян да не я не пьян дебил но вот этот человек это человек любит темненьких да от здорово напился давай-ка пойдем остынем с тобой немного эй убери руки от меня свои подожди ты немного подожди о господи хиха походка смешная какая-то немного это как-то смешно выглядит немного все убирайся пока сядь и успокойся до 1000 там посчитай хотя ты будешь целый почти час считать спасибо вам сэр всегда пожалуйста я англии риме надеюсь вам понравилось так вы мэр неплохой у вас дом да не он не мой город погряз в долгах но это не значит что мы не можем шикануть вы знаете эвелем писатели да кажется теперь нам придется иметь дело с ним идемте я не успеваю некоторые зачитывать они восхитительны господа фейерверки да это восхитительно конечно извините пардон все пожалуйста боюсь что мистер корнелл был очень настойчив он несколько минут кричал на меня по телефону мистер корнелла голова какого злущей лошади ладно я подойду через минуту хочу нас салют сначала посмотреть он что-то про корнелла сказал да выясни в чем дело окей так надо не попадать в его поле зрения выясним что эти люди знают про корнелла напомню напоминаю что левит корнелл это супер-пупер богатый человек который организовал в последней серии первого сезона засаду на нас в валентайне именно его поезд во второй серии первого сезона мы грабанули и он разозлился и нанял на нас агентов пингертона и на охотиться за нами ой-ой-ой не надо бежать вы обо всем позаботились телефон звонить не переставая мы рассказал что он позвонит позже мэри мэри найди поколоти эту тварь в этом доме все должно быть на высоте ой извините сэр но эта вечеринка в саду проходит да 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 извините извините я немножко ошибся извините я не знал я спрячусь здесь хорошо что это не проваливает задание я не понял он в эту комнату зашел что он там делаем Он пошел наверх. Все, он положил книжку в ящик стола. Надо ее забрать сейчас. Посмотрим мистеру Левитту Корнуолу. Совершенно секретно, конфиденциально. Очень-очень любопытно. Никуда эти бумаги не пойдут. А что здесь у нас? В письме написано. Письмо Бронте Алимини. Ничего про Левитта Корнула здесь нет. Значит, нам это письмо нафиг не сдалось. Ой, простите. Нашел что-нибудь? Да. Ничего. Мы зря тут время теряем. Не, не зря. Артур? Джентльмены, нам сделать больше тут нечего. Ну и что удалось узнать? Здесь, конечно, возвращаются большие деньги. И кажется, я придумал, как нам переходить их в часть. Большой банк. Настоящий, но не сейчас. Городской банк. Да, возможно, набитый деньгами. Если мы хотим отсюда уехать, то это именно то, что нам нужно. Кроме того, тут есть трамвайная станция, о которой говорил бы ты. А еще, по слухам, тут играют в покер по-крупному. Ну, чего ты не идешь? Иди давай. А вот и Ленни. Так, садимся. И поедем домой. Мне никогда еще не было так неловко. Столько людей, и все они просто невероятно довольны с собой. Весь этот высший свет, это дерьмо. Вот что я скажу вам, это просто пытка какая-то была. Дело вовсе было не в этом. Так, пусть эти люди сами себя мучают. Вот бумаги, которые я нашел. Тебя кто-нибудь видел? Не, вроде бы нет. У меня есть идея. Мне надо подумать. Ну, это... На этом мастере еще не закончится. Мы еще какое-нибудь задание выполним, я думаю. В интересные времена живем, да? Наверное. И что дальше? Уроки танцев? Хороших манер? Не, скорее вооруженное ограбление. Хозия направился к банку на разведку. Они с Абигейл хотят провести диверсию и посмотреть, как отреагируют законники. Хорошо. А еще я поговорил с Севером Мерлин. Он достойный человек. Помогает тому индейскому вождю. Да, я тоже встретил его у мэра. От их лица он ведет в Сан-Дени переговоры. Может, побеседовать с ним? Возможно. Мне кажется, на пароходе много денег. Очень много денег. И Трелони пытается кое-что там развернуть для нас. Он будет ждать. Одно большое дело, Артур, и мы отсюда уйдем. Мы почти идем домой. А где дом? Я не знаю. Точно. Но мне так кажется... Я посмотрю, что там за этими трамваями, про которые говорил Бронте. Можно вообще, на самом деле, взять и спрыгнуть с балкона. Но это отнимет у нас какое-то здоровье. Ну ладно, давайте прыгнем. Прыгай, я сказал. О! О! Я так понимаю, дача поскакал куда-то там. А вот куда? Я и сам не знаю. Посмотрим, кто у нас сейчас есть. Есть Трел... Джоссай Трелони. Ночь безудержного кутежа. Еще есть какой-то там незнакомец. Но он помечается желтым, значит, это задание выполнить надо обязательно. Но начнем, пожалуй, с Трелони. Надо найти лошадь мою. Где же лошадь-то моя? Я имею в виду... А, в той стороне. Ой, блин. Фиг, что увидишь, блин. Что-то не понял, у нас тут еще и собаки есть. На той стороне, блин. Какого фига лошади на этой... На той стороне вообще делают? Или... Погодите. Где лошадь моя? Она в городе, что ли? Погодите. Лошадь Артура. Она в городе? Что она делает в городе-то? Ну, ладно. Обалдеть, обалдеть. Ладно, я доберусь до туда. И мы там продолжим. Чик-чик. Блин. Ой, господи. С такими лагами ничего не видно. И я постоянно падаю. Так, пришли. Почему моя лошадь в городе была? Я вообще понятия не имею. А, вот ты где, мой дорогой друг? Да, я здесь. Ну, говорят, тебя надо принарядить. Зачем? Ну, нельзя же играть в карты вот в таком виде. На пароходе. Нельзя? Тебя надо слиться с толпой, чтобы никто не заподозрил, что ты грабитель. А теперь пошли. Займемся делом. Мы тебя оденем так, чтобы никто не заметил. Моему другу нужен новый костюм. Этот джентльмен настоящий грицолог, и ему надо соответствующим образом одеться. Это англичане виноваты в том, что... Такие вот дела. Ну, блин, как... Как листать-то? Или этот надо и выбрать? Ну, сойдет, сойдет, да. Другого выбора-то и нет. Отличный выбор, сэр. Да. Точно. А теперь идем к цирюльнику. Еще и подстричься, да. А я, что, плохо выгляжу, что ли? Его план, на самом деле, работать почти не придется. Ты будешь просто играть в карты и выигрывать. А ты будешь делать большие ставки, выигрывать и вести себя эпатажно. Все решат, что ты недавно разбогател на добычу нефти, а сюда приехал, чтобы выпить и повеселиться. Время... Разгорают любопытство. Не будь таким циничным. Мы оба знаем, что тебе меньше всего нравятся именно такие развлечения. Да, после последних пары месяцев вооруженных грабеж... Вооруженный грабеж уж мне не кажется таким сложным. Да, но мы с тобой... И вообще мы скоро все отсюда уедем. Да, надеюсь. Не могли бы вы сделать моего провинциального друга покрасивее? Так, как бы лучше подстричься. Подровнять немного, наверное, лучше. Можно вот так, наверное. Ну и чуть-чуть побриться, наверное, бы надо. А то борода слишком здоровая. Стоп. Не совсем я имею в виду. Общий стиль, я сказал. Да, блин, ну что такое, а? Парадаюс, я сказал. Стрижка, блин. Мне кажется, сойдет. Во! Вот так-то лучше. Ладно, идем в доки. Я организовал для нас какой-то транспорт. Надеюсь, вы приятно проведете там время. Да, конечно, конечно. Джордж, гранд-каригану, сэр. Ты смотри, и жабы превратился в принца, да? Это не слишком ли? Это же карета. Мы не можем приехать туда верхом, словно грязные мужланы. Ты ведь нефтяной магнат. У тебя денег куры не клюют. А, кстати, ногами не шоркай. Задери нос, грудь убейте. Ладно. Это не гамлет, конечно. А кого мы грабим-то, кстати? А, кстати, кучеру вообще доверять можно? Да, не бойся, мы с Джорджем старый приятель. Его зовут Десмон Блэйд. Видишь ли, он заработал состояние на чулках. Любит играть по-крупному, всегда держит запас денег в сейфе наверху. Ну, так что, если Штраус будет сидеть за ним, то как он узнает, какие у меня карты? А он и не узнает, но дилер совсем недавно стал моим добрым другом. Еще одним. Не волнуйся, Артур, все хорошо. Мы все кузнецы своего счастья. Он сделает так, чтобы у тебя были меченые карты. В самом деле... Какие он там сказал? Ну и на какие же деньги я буду играть? Не волнуйся, все будет влажно. Фишки буду ждать тебе. А вот и он. Идем. Ладно. Все оружие оставь здесь. Когда мы поднимемся на борт, нас там точно обыщут. Джордж, их мы заберем позже. Спасибо, Джордж. Удачи. Запомнишь, что я сказал, Артур? Каждый кузнец своего счастья. Да-да, поверь, я слышу каждое твое слово. Следи за Штраусом, слушай дилера, и тогда этой ночью тебе сильно повезет. Вот и они. Джентльмены, я счастлив вас тут видеть. Артур, ты же понимаешь этих... Помнишь этих парней, с которыми мы работали? Джентльмены, шампанское за счет старинной Артуры. Он невероятно богат, а везет ему все сильнее и сильнее. Ну ладно. Ну же, поднимемся на борт. Артур угощает шампанским. Боюсь, что все посетители должны сдать оружие. Доброго вечера, нас ждут столы. Я пойду приоденусь. Окей. Сомневаешься? Когда я иду без пушки гравит-пароход, где полно охраны, то обычные сомнения доливают меня. Практически все эти люди идиоты. Это простое дело. Развлекайся пока что. Только денег много, не проигрывай. А то твоя жена меня убьет. Ну, как скажешь. То у актера жены-то нет. Штраус знает, у кого какая рука будет. Во время игры в покер следуйте его инструкциям. Отличная подсказка, блин. Сэр, у нас есть стул как раз для вас. Ну что ж, давайте. Добрый вечер, джентльмены. Я Артур Калахан. Извините за опоздание. Мне надо... Я должен был разобраться с одним делом. Добро пожаловать за наш стол. Итак, начнем игру. Надеюсь, вы настоящий игрок. Последнее время за этими столами много трусов было. Самое жалкое зрелище, когда человек боится много денег просрать. Смотрите, у меня уже фишки сложные в стопке. Они меня ждут. Он сказал... Я от пассы сдаю. Друзья, я не умею играть в покер и не знаю правила покера, так что... Если что-то будет делать не так, извините. Посмотрим. Нужно было с собой второй бумажник еще взять, да? Я реально не умею в покер играть. Я реально не знаю правила у него. Так. Побеждает мистер Блэйд с тремя дамами. Ну что ж, до свидания, джентльмены. Похоже, только мы с вами остались. Да, похоже на то. Пришла пора узнать, не слишком ли вы высокого о себе мнения. Аналогично, мистер... Аналогично, мистер Блэйд. Так чей же вы занимаетесь, мистер Каллахан? Я грешник, занимаюсь нефтью. Забавно, никогда не слышал. Да, еще услышите. Ну. Так, он дает знак оставаться в игре. Так, ставку чуть-чуть поднимем до 10 долларов и погнали. На вашем месте я бы не рисковал, мистер Каллахан. Ну, вот странно, откуда же он знает, а? Штраус. Я вам отвечу. Извините, что так с вами поступаю, но выбора у меня нет. Ламанг. Он сказал. Так, пара девиц. Так. Выигрыш! Хе-хе-хе-хе-хе. Отлично, отлично. Похоже, удача от меня не отвернулась. Это все? Вы проигрались? Или у вас что-то есть еще? В смысле? Ну, я слышал, что на пароходе есть крупные игроки. Наверняка это не вы. Не обижайтесь, конечно. Вернитесь на место, ты деревенский выродок, бля. Зачем? У меня есть часы. Надо же. Дорогие. Извините за курсор. Искусственные работы. Швейцарские. Реутлингер. Они наверху в сейфе. Они стоят больше, чем вы целиком. Ладно, я верю вам. А теперь играем дальше. Как скажете. Вы наверняка знаете Левитта Корнелла, такого же крупного нефтедобытчика, как и вы. Ну, разумеется, наши пути пересекались. Хотя он гораздо более крупный нефтедет. Этот нефтедет, как там? Посмотрим. Вбанк! Ладно, погнали нафиг. Кто не рискует, тот не выигрывает, собственно говоря. Два короля. Хорошо, но мало. О-о-о, жалко, жалко, жалко. Да! Красота! Ох, не повезло, мистер Блэйн. Выиграл мистер Калахан. Да будьте вы проклятые, а! Не обижайтесь, конечно. Да не обижается никто. Вы отлично поиграли. Итак, не сочтите задерзываясь, но... Где лежат эти часы? Наверху. Хотите на них взглянуть? Конечно. Джентльмены, обменяйте это на деньги. Я тут устроился уже вроде бы. Отлично. Можешь проводить нас в кабинет? Да, конечно. Идите за мной, джентльмены. Хавьер родился одним из охранников. Сиони в ударе. Даже не верится, что кто-то взял с собой на службу этого мексикашку. Мы в странные времена живем. Лично я не доверял бы мексиканцу с пушкой, но не бойтесь. Мой страж закон у меня тут, под рукой. Да, прекрасно, прекрасно. Чего доброго теперь у нас? Да, 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 понимаю. Порой ничего. Думаю, вам эти часы понравятся, сэр. Я уже их видел. Они в самом деле красивая штука. Иностранные, правда, но ничего не поделаешь. Иностранные в самом деле? Ну вот мы и пришли. Лиса, какое у нас оружие? Жалко, я посмотреть не могу. Одну секунду, сэр. Конечно, можете не торопиться. В данный момент у вас нет оружия. Не трогай пушку. Не трогай пушку. Похоже, вы были правы. Только идиот дал бы мексикашке пушку. Идиот, да? Ой-ой-ой. Не тормози так, пожалуйста. О, чёрт. Надеюсь, этого не услышал никто. Давай, забираю всю сейфа и бежим отсюда. Блин, такие красивые сцены лагают. Ну что такое, а? Сколько тут? Ну, несколько тысяч. И часы в придачу. Ладно, надо отсюда убираться. Пушечку я эту возьму с собой. А, не, почему-то нельзя взять с собой её. Ах, хрен с ним, ладно. На то, чтобы выбраться отсюда у нас всего несколько минут. Если повезёт, то... Это был выстрел. Похоже на то. Вперёд, вперёд. Как же нам выбраться отсюда? Даже не знаю. Вот что бывает, когда поручаешь планирование трилони. Один гарнир, это ещё ерунда. Возможно, нам даже придётся надеть платье и кан-кан плясать. Красивая, кстати, форма. О, спасибо. В наше время кого попало, порой берут. Короче, нам нельзя выдавать за себя. Может, когда ты поднимешься, переполох начнётся. К бару, сеньор. Так, они вроде бы не поняли. Надеюсь, вам понравилось, сэр. Я здорово повеселился. Вы, парни, умеете устраивать шоу. Это чудесно. Смотрите, а вот и ваш друг. Нет, сэр. Мой друг не грязный, шулер. Я прошу вас взять свои слова назад. Вот и он. Друг. Нужно проигрывать. Что-то вы мне не нравитесь, двое. Я... В смысле, я человек воспитанный и стараюсь держать рот. Вот они! Застрелите его! Чёрт побери. Они раскусили нас. Ох, вообще жесть какая-то. Они тормоза. Хороший револьвер вот этот, кстати. Блин, даже звук лагает. Ну, это ж кошмар какой-то вообще. Вот без записи. Не лагает практически. А вот тут... По-моему, мне показалось, или вот это вот, которое только что упало, оружие выпало из руки. Я попал в перилы. Так, надо валить из парохода. Нафиг вообще. А как же алли... Аллигаторы. Ух. Надеюсь, их тут не будет. Ух, едва не попали, бля. Так, вырубаем капс. Такие красивые сцены лагают. Реально, ребята, извините, конечно, но, блин, я... Такого не хотел и... Ненарочно. Ну, скучно тут не было. Да, так можно, конечно, сказать. Ну что, сколько же мы взяли? По сотен на каждого. По несколько сотен на каждого. Неплохо. А ещё вот эти часы. Похоже, они до хренища денег стоят. Швейцарские. Реундлер или как их там. Ммм, неплохие часы. Точно. Реундлер. Давайте-ка их назад. Ладно, пошли. Пора отсюда убираться. Грабёж получился логучий, но успешный. Реунд. Пора отсюда. Ммм. Реунд. 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 Вот так. Так, мы сейчас находимся рядом с банком, который хотелось бы грабануть, прежде чем свалить из Шайдебель. У нас есть несколько заданий. Два из них незнакомцев, один из них, одного из них надо обязательно выполнить. И задания от Сэдди еще есть. Ладно, это все мы будем выполнять в следующей серии. А пока что всем спасибо за просмотр. С вас лайкос подписывайся, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на этот канал, также вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.